Эврикус. Уникальные игровые механики и локализации международных бестселлеров. И вновь таинственные острова влекут в свои недра жаждущих наживы и приключений. В этот раз мы не просто направим свои корабли к неизведанным берегам, но и сможем повлиять на ценность добываемых там ресурсов. Карта архипелага Илос постепенно проявляется по мере течения партии, и каждый игрок внесет в нее свою лепту, разумеется, исходя из своих корыстных соображений. С первого взгляда Илос может вам очень сильно напомнить каркасон. И там, и там используется механика совместного выкладывания кусочков местности и формирования из них общего такого ландшафта. Но не спешите делать выводы. На этом сходство этих двух игр и ограничивается. Просто не переключайтесь, и вы сами увидите разницу. Основной целью игроков в Илосе будет собирать ресурсы и повышать их стоимость. В конце игры каждый ресурс принесет вам очки в соответствии со своим финальным курсом обмена. Что же есть у игроков на старте? Во-первых, это вот такие ширмы, за которыми вы будете скрывать от соперников свои ресурсы. Перед ширмой у каждого игрока находится планшет производства. Он используется для обозначения количества и типа ресурсов, которые вы добываете каждый ход. И это уже открытая для всех информация. Например, у меня на планшете производства будут лежать две специи, и это значит, что в определенную фазу своего хода я получу два вот таких жетона и спрячу их за своей ширмой. Про все фазы хода мы поговорим чуть позже. Также у нас есть ограниченное число колонистов и кораблей. К слову, игра идет до тех пор, пока один из игроков выставит на поле своего последнего, десятого колониста, после этого раунд доигрывается до конца, и мы посчитаем очки. Это планшет курса обмена. Он размещается рядом с первым игроком. Перед началом игры каждому выдается по пять случайных карт. И если вдруг они по какой-то причине вам не подходят, вы можете один раз перед тем, как начать игру, сбросить любое их количество и добрать столько же на руку. Например, я сбрасываю так три карты и беру три новые. Теперь нужно сформировать стартовый участок архипелага. Первый игрок выбирает открытый тайл из зоны исследований, кладет в центр стола и ставит свой корабль на одном из побережий. На смену выбранному тайлу открывается новый из стопки. После этого то же самое делает следующий по часовой стрелке игрок, и таким образом все игроки должны выбрать по тайлу и выставить по одному своему кораблю. После чего первый игрок может делать свой ход. Правила размещения тайлов простые. Новые тайлы должны присоединяться так, чтобы продолжить хотя бы один из уже выложенных островов. То есть я могу выложить его вот так, могу выложить его вот так, но не могу, например, выложить вот так, потому что ни один из уже выложенных островов в таком случае не продолжится. Второй игрок решает выложить тайл вот таким образом и размещает здесь свой корабль. Ну и само собой все стороны нового тайла должны подходить к уже выложенным, то есть море к морю и остров к острову. Вход игрока состоит из трех фаз. В первую очередь игрок совершает любое количество действий с помощью карт. Затем во вторую фазу хода получает ресурсы согласно своему планшету дохода. И в третьей завершающей фазе хода игрок должен добрать карты. Три карты игрок берет всегда, в любом случае. И еще по одной карте за каждый свой корабль в игре, то есть выставленный на поле, плюс еще по одной карте за каждый свой построенный форт. Предела карт на руке нет. Я добираю три карты, и поскольку у меня уже выставлено три корабля, я беру еще три. И передаю ход следующему игроку. Таким образом игра проходит до тех пор, пока кто-то не выставит десятого колониста. Давайте посмотрим на структуру карты, чтобы понять, что мы можем сделать при помощи карт и сколько нам это будет стоить. Действие карты условно обозначается в левом верхнем углу. Например, при помощи этой карты можно поместить колониста из своего запаса на свободный значок ресурса на острове, а именно черное дерево, специи или красители. Условия и стоимость карты указаны в правом углу. Обязательным условием является корабль на побережье острова, куда мы собираемся выставлять колониста. Базовая стоимость карты равна двум. Это значит, что чтобы сыграть данную карту, вы должны, помимо прочего, сбросить с руки две любые карты. Однако, если рядом с островом есть пиратский корабль, пиратский корабль соперника, например, он стоит вот здесь, то в этом случае стоимость розыгрыша данной карты увеличивается до трех. После того, как все условия выполнены, то есть у нас есть корабль на побережье, и мы сбросили три карты, или в данном случае две, мы выставляем колониста на один из указанных на карте ресурсов. Например, мы заняли специи. Теперь берем фишку этого ресурса из резерва и кладем к себе на планшет производства. Корабль. Чтобы сыграть карту, нужно сбросить любую другую карту с руки. Особых условий в данном случае нет. С помощью этой карты вы вводите в игру один корабль из вашего запаса, или перемещаете один из своих уже выставленных кораблей на другой тайл. У вас на выбор один из трех вариантов. Первый. Вы можете исследовать новое побережье, то есть добавить к уже выложенным еще один тайл из этой зоны исследований. Сюда мы откроем новый. По правилам добавления добавляем тайл. И выставляем у побережья нового острова либо корабль из своего резерва, либо один из тех кораблей, которые у вас уже в игре. Второй вариант. Вы можете, не выкладывая новый тайл, переместить один из своих уже выставленных кораблей на другой тайл. К любому побережью. Или можно занять пиратское логово. Это третий вариант. Пиратское логово также можно занять как новым кораблем, так и одним из тех, которые у вас уже выставлены. Что это дает? Пиратский корабль блокирует все острова, части которых находятся на его тайле. То есть вот этот корабль блокирует вот этот и вот этот остров. С этого момента другие игроки должны будут заплатить повышенную стоимость при розыгрыше действий на этих двух островах. Захотел, например, красный игрок сделать плантацию вот на этом острове, будь добр, заплати три карты вместо двух. Но и на пиратов найдется управа. Например, можно построить форт с помощью вот этой карты. Обратите внимание, что ее обязательным условием являются два корабля на побережье острова, где вы собираетесь строить. И стоимость две карты базовая, или четыре, если остров блокируют пираты. Эффектом от ее розыгрыша вы можете положить на свободное место для строительства, оно обозначается вот таким молоточком, жетон форта. Для того, чтобы обозначить, что это ваш форт, также положите на него своего колониста. Форт защищает вас от пиратов на этом острове. Вам больше не надо платить повышенную стоимость при розыгрыше действий, касающихся этого острова. Плюс каждый ваш форт дает дополнительную карту в конце хода. Вместо форта эффектом этой же карты можно построить торговый пост. Также помещаем на него своего колониста. Торговый пост позволяет вам копировать один из ресурсов, кроме золота, с плантаций, которые уже используются на этом острове, неважно кем, вами или другими игроками. Добавьте на торговый пост и на ваш планшет производства жетон ресурса, который вы копируете. Добычу золота можно организовать с помощью вот такой карты. Ставим колониста на свободную золотую шахту. Разумеется, если оплачено нужное число карт, и у берегов этого острова есть два наших корабля. Кладем жетон золота на планшет производства. Единоразово золото можно найти в руинах при помощи вот такой карты. Выполнив все условия, вы один раз получаете три золота, которые кладете за свой планшет. Разумеется, не забыв выставить колониста на руины. Он останется там до конца игры. И последняя на сегодня, но не последняя по значимости карта рынка. Вот этот символ значит, что за один ход вы можете сыграть только одну такую карту. В оплату ее стоимости вы сбрасываете один ресурс по своему выбору и увеличиваете стоимость этого ресурса, закрыв старую цену вот таким маркером. Обратите внимание, что на планшете всего 8 таких маркеров. И как только все 8 будут размещены, изменить курс обмена вы уже не сможете. В конце игры вы посчитаете, сколько у вас накопилось ресурсов каждого типа за ширмой, и умножите на соответствующее число. Сумма всех категорий таким образом и составит ваш финальный счет. Например, у меня есть одно черное дерево, которое принесет мне 2 очка, 3 специи, каждая из которых принесет по 5, это 15, и 2 краски, каждая из которых приносит по 3 очка. 6 плюс 15, 21, плюс 2, 23 очка, мой итоговый счет. Мнение. Как я и говорил в самом начале, на первый взгляд Илос прикидывается каркасоном. Но, по моему мнению, играется он намного тематичней. На самом деле, игровой процесс здесь имеет гораздо больший упор на колонизацию земель. То есть, вы реально управляете кораблями, высаживаете колонистов, стараясь опередить соперников, стараетесь быстрее добраться до самых вкусных островов, и не просто кладете фишку на поле и говорите, вот здесь у меня крестьянин, а плывете в терра инкогнито, исследуя новые земли и высаживая на них колонистов-добытчиков. Здесь сочетается азарт первого открывателя и борьба за ограниченные ресурсы. Игра в меру конфликтная, здесь не получится напрямую вредить соперникам, но есть как минимум три инструмента, чтобы доставить им проблем. Во-первых, это быстрее остальных занять определенный вид ресурса, второй — это заблокировать остров пиратами, и, наконец, третий — повысить стоимость ресурса, которого просто нет у другого игрока. Игра очень простая в освоении и увлекательная по своей механике, поэтому я рекомендую ее новичкам для знакомства с миром настольных игр, я рекомендую ее также для не слишком гиковского вечера в компании родственников или в компании друзей. А на сегодня у меня все. Играйте в хорошие настольные игры. С вами был Филипп. С любовью канал Твой Игровой. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова